Доброго времени суток, дорогие дамы и господа! Сегодня, как обычно, будем говорить о нашей недельной главе, точнее о двух недельных главах Вейкальп Кудей. И не просто о двух, а именно этими двумя главами мы и заканчиваем уже вторую книгу Торы, книгу Шмот. Вот такие мы молодцы, поэтому, надеюсь, вы сходите в синагогу и отметите это радостное событие окончанием чтения второй книги Торы. Но в нашей главе, если говорить о контенте, говорится опять о храме. Предыдущие главы, аж пять раз, включая нашу главу, говорится о всех деталях храма в мельчайших подробностях. В нашей главе, по крайней мере, в первой главе Вейкаль, где Мушесарабрину собирает весь еврейский народ вместе, говорится о всех работах, которые делались в храме при его строительстве и при его обслуживании, так сказать. Но вопрос релевантности таких деталей. Почему? Потому что временный храм, на то он и временный. Когда еврейский народ войдет в землю обетованную, давит, отвоюет Иерусалим, шламок, построит там храм, то эти инструкции там не сильно будут соблюдаться при строительстве этого храма, потому как будут даны новые инструкции, да и сам храм будет выглядеть совершенно по-другому. На то он и не временный, а постоянный Иерусалимский храм. Даже после разрушения первого храма в Вавилонском изгнании мы не выстроили временный храм, а второй храм также был построен по другим инструкциям, да и дай бог, в ближайшее время. И третий храм будет строиться как постоянный Иерусалимский храм, а не как временный мешкан в пустыне. Зачем же такая подробность в описании всех действий, которые делались в этом храме? Наши мудрецы, естественно, мыслят нестандартно. И они говорят, что все дело в эпиграфе, потому что наша глава начинается с такового, так скажем, эпиграфа, где говорится о том, что будете соблюдать шаббат, день субботний, будете разжигать огонь, а дальше перечисляются все эти работы, отсюда наши мудрецы говорят, что это вообще не эпиграф, а заголовок, и это и есть те 39 работ, которые нам запрещены в шаббат. Я не буду вдаваться в подробности этих лимитаций, что они значат, это не формат данного видео, но мне кажется, что именно в таком расположении заповеди шаббата в отношении храма и заключается важнейший урок, который связывает храм, временный храм с нашим сегодняшним шаббатом. Когда Всевышний дает нам заповедь о строительстве храма, он идет на очень тонкий психологический ход, ведь заповедь строительства храма дается нам как знак прощения за грех золотого тельца, и Всевышний говорит, собирайте золото, серебро и так далее, и поэтому это на самом деле не просто заповедь, не просто прощение, а своего рода сублимация. Не можно, ну что делать? Всевышний видит, что мы народ жестоковыйный, и сложно нам воспринимать ну совсем невизуализированного Бога, и поэтому он говорит, лучше собирайте золото и серебро, драгоценности на храм, чем будете их собирать на золотого тельца. И мы собираем, собираем очень много, настолько, что Мушер Абрейну говорит, хватит, уже слишком много собрали, потому что мы так выражали свою любовь, любовь ко Всевышнему. Но что же делать нам сегодня, когда храма нету, куда девать эту нерастраченную любовь в показательном консюморизме? Вот здесь и приходит шаббат, потому что шаббат не начинается с зажением свечей, шаббат даже не начинается с заходом солнца, шаббат начинается с момента, что мы выходим на работу, потому что сказано, шесть дней работа, и тогда только тогда, на седьмой день, ты будешь соблюдать. И поэтому шаббат начинается в понедельник, когда мы выходим на работу, во вторник, да дай Бог, что было у нас столько возможностей материального заработка, что мы каждый день, кроме шаббата, ходили на работу. И вот тогда, когда я зарабатываю деньги для того, чтобы потом шаббат красиво одеться и одеть свою семью, я становлюсь священником в храме с его великолепными одеждами. Вот тогда, когда я зарабатываю на вкусную еду, которую накрываю на шаббатный стол, тогда мой стол, как говорят наши мудрецы, с кошерной, вкусной, субботней едой становится жертвником храма. Тогда, когда я зарабатываю на то, чтобы построить дом, в котором я буду принимать гостей на шаббат, тогда мой дом, ваш дом, наш дом и становится храмом. Успехов! До встречи! Пока! Субтитры создавал DimaTorzok